Редкий пользователь Симов спешивается, чтобы перейти дорогу. Неподалеку от этого перекрестка на прошлой неделе произошло ДТП с самокатчиком. В этот день мы выезжали к месту аварии. Количество нарушителей которых не смущали машины и наша съемочная группа было большим. Сегодня в дождь и пасмурную погоду любителей двухколесной езды на улицах мы увидели меньше. На Симах передвигаются не только взрослые. Подростки тоже любят этот транспорт. Удобно и быстро, не тратишь много сил. Серьезно, ты даешь правила передвижения? Стараюсь, да. Можно попасть в какую-то аварию, упасть, повредить себя. Автолюбители жалуются, что увидеть самокатчика иногда бывает настоящей проблемой. Водительский стаж Рината Хамдеева больше 30 лет. И он помогает мужчине вовремя сориентироваться при внезапно появившихся неожиданностях. Не видишь ты их. Перпендикулярно вставать. Или вот там, где ты видел такие повороты. Когда перпендикулярно видно, а вот когда затяжной поворот не видно. Могут они на скорости лезать. Видимость плохая бывает. На некоторых местах есть такое. Автолюбитель обратил внимание на то, как ещё передвигаются альметьевцы на самокатах. Вот с детьми катаются. Впереди ребёнок стоит и взрослый. И ребята двое бывают. Они же ответственность какая. Могут залезть. Это очень для водителя неприятно. С начала года стражи дорожного порядка выявили больше ста нарушений при управлении СИМами. В их число попали не только неспешившиеся самокатчики. Двигаясь на средстве индивидуальной мобильности и велосипедах, на тротуарах и пешеходных дорожках необходимо предоставлять преимущество движения пешеходам. Спешиваться перед пешеходным переходом, переходить улицу только по пешеходному переходу, предварительно убедившись своей безопасности. Не отвлекаться во время движения на мобильный телефон и иные гаджеты. Держать руль обеими руками. А также не перевозить пассажиров, использовать защитную экипировку и разместить на одежде или транспорте светоотражающие элементы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в соцсетях о введении полного запрета передвижения на электросамокатах по улицам. Мы продублировали инициативу в своём телеграм-канале. Поддержали запрет 35 подписчиков ЮВТ-24 против 6%. И тоже для 6% эта новость оказалась неинтересной. Большая часть, 53%, считает, что запрещать не нужно, но движение должно регулироваться правилами и санкциями. Последние уже существуют. Пользователь СИМа может быть оштрафован за нарушение правил. Стоимость наказания разная – от 500 до 5000 рублей. А нетрезвый самокатчик может потерять до 30 тысяч рублей. Законопроект об этом уже приняла Госдума в первом чтении. Елена Бауэрнтон, Николаев, Илья Нурзалятов. Новости Юго-Востока.